Анатолия Зверева, главного героя этого как бы всего мероприятия, этого музея, его очень часто сравнивали с Полоком. Вы понимаете, что Полок в то время в Советском Союзе был фигурой, по сути, мифологической. Его выставок, насколько я знаю, в России не было, и легенда его, конечно, существовала и присутствовала в сознании российских художников. И, конечно, с его творчеством был знаком Анатолий Зверев и все остальные художники, которые в это время работали. Судьба его была тоже достаточно драматичной, как вы увидите по фильму. Если кто не знает его биографии, то здесь все достаточно четко представлено, хотя это абсолютно не традиционный боепик, так называемый, то есть не биографический фильм как таковой, а все-таки некая попытка такого интроспективного взгляда на эту жизнь и на эту художественную судьбу, на эту художественную личность. Потому что фильм начинается в тот момент, когда Полок уже достаточно сложившийся взрослый человек, художник, но пока еще не признанный. И вот происходит судьбоносная встреча с его будущей женой, тоже художницей, которая, в общем-то, в значительной степени меняет всю ситуацию вокруг него. И с этого начинается, как бы происходит завязка сюжета фильма и дальше взаимоотношения его с женой и его борьба с его внутренними демонами, прежде всего, потому что его внутренним демоном был алкоголизм. Но самое главное, что в этом фильме удалось представить и вот эти внутренние состояния художника, его мании, его паранойю, которые он переплавлял в свое искусство. Это действительно достаточно сложный процесс, который редко удается передать средствами кино. Роль Полока в фильме играет Эд Харрис, замечательный американский актер, который является и режиссером этого фильма тоже. И, может быть, как раз вот это сочетание актера и режиссера решило успех всего этого начинания. В итоге получился фильм, который действительно имел большой успех. Он даже получил Оскар, Оскар получила марша Гейхарда за роль, которую она сыграла здесь. Но это была, как бы считалось, роль второго плана, как принято считать. Но на самом деле это была, конечно, очень важная роль, главная женская роль. Просто здесь как бы не было главной женской роли, потому что главная роль была только одна, именно мужская Эд Харрис. Эд Харрис тоже был номинирован на Оскар, но не получил его. Действительно, каким-то чудом Эд Харрис, как написал один критик, маловероятно, что Эд Харрис как бы умеет рисовать по-настоящему. Но уметь создать впечатление, что он умеет рисовать, он умеет. Каким-то чудом, и это, конечно, действительно впечатляет. Ведь вы знаете, что Джексон Поллок занимался абстрактной живописью. И в значительной степени эта живопись была сформирована абсолютно нестандартными методами, даже для техники абстракционизма. Он отличался от абстракционистов тем, что он, по сути дела, выплескивал. Он называли расплескивателем своей энергии вместе с краской. Он расплескивал краску по полотну, как будто бы в хаотическом каком-то ритме. А на самом деле это был такой внутренний ритм, который соответствовал его состоянию психологическому, его художественному состоянию. По сути, это был танец. Можно сказать, что он танцевал на некой поверхности. Он не признавал полотно вообще как таковой, не признавал мольберты. Он никогда не вставлял полотно в мольберты, а всегда оно лежало, если это можно назвать полотном, вот то, на чем он рисовал, это было просто под его ногами. И он по нему танцевал, бегал. Тогда возникал вопрос, а как же вы понимаете, когда заканчивается процесс создания картины? Ведь так же можно бесконечно все это расплескивать. А на что он говорил? Это, ну вы же понимаете, когда заканчивается акт любви. Вот таким образом я понимаю и это. То есть у него было вот какое-то свое совершенно особенное видение. Не только искусство, но и как бы самой технологии этого искусства. И в этом смысле он был абсолютно уникальным персонажем, который навсегда остался в истории живописи XX века. И по сей день продолжает интриговать, увлекать и привлекать новых зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok